Сахар должен у каждого диабетика стоять на вытянутую руку. Всегда во всеоружии уровень сахара ночью может резко снизиться. Сладости должны быть под рукой. С диабетом Валентина Митрохина живет уже больше 30 лет. Уровень сахара контролируют 5 раз в день. 8-9. Для меня это нормально. Но сахарные качели у Валентины Митрохиной случались при смене инсулина. Подходящий препарат пожилой женщине однажды перестали выдавать бесплатно. Перевели на другой. Эксперимент привел к аллергии. Во-первых, зуд был страшный. Потом живот это вообще что-то невыносимое было. И зуд, и язык отек. Глаза чесались. У меня страшно чесались глаза. А еще сахар мгновенно преодолел критическую отметку и поднялся аж до 26. Во-первых, стресс для организма. Страх. Я же испугалась, конечно. Во-первых, я испугалась того, что я дома, без стационара. А это делать нельзя. Я в шоке от этого. Я честно в шоке. Потому что нельзя так с диабетиками делать. Снижала сахар женщина проверенным инсулином. Но уже за свой счет. А это не маленькие деньги. После многолетней борьбы пациентке вернули подходящее лекарство. Но такая щедрость от Минздрава, боится женщина, в любой момент может закончиться. Вы видите, чем они мотивируют. То, что у нас же сейчас все санкции, санкции, санкции. И может так, что нам откажут в этих препаратах. В последнее время алтайские пациенты, страдающие сахарным диабетом, все чаще сталкиваются с проблемами лекарственного обеспечения. В Краевом Минздраве называют причину. Поставка препаратов не всегда проводится компаниями в обозначенный контрактом срок. Также ряд производителей инсулинов ушли с рынка. В случае временного отсутствия препаратов на рынке, Минздравом Алтайского края направляется информация в медицинские организации края о необходимости смены проводимой терапии и проведения аналоговой замены указанного препарата. Наша героиня, 76-летняя Валентина Митрохина, сетует не столько на смену препаратов, сколько на то, что пациентов при таких манипуляциях не направляют в стационар и не контролируют реакцию на новый препарат. В таких состояниях уже по скорой в больницу увозят. Но я очень крепкая и дружая. Я же выросла в деревне. Справятся ли другие пациенты, которых переводят на другой инсулин, большой вопрос. Выносливые далеко не все. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.